И снова здравствуйте! В эфире новости переводов. В Бурятии ограниченным тиражом вышел в печать английский перевод героического эпоса Гессер. Ради привлечения внимания общества к эпосу, его перевод выполнила бурятская переводчица и доктор филологических наук на пенсии Елизавета Хундаева. Елизавета переводила Далай-ламу, встречалась с Индирой Ганди, заведовала кафедрой иностранных языков в Бурятском научном центре. Ее кандидатская и докторская были посвящены Гессеру. На перевод ушло почти полгода. Электронная версия перевода изначально выложена в свободном доступе. Сейчас ее можно купить на Литрес за 320 рублей. Восьмиклассник Никита Моромов из Ижевской гимназии имени переводчика Кузабая Герда создал бота ВКонтакте, который переводит русские слова на удмуртский язык. Сейчас бот знает всего 150 слов и фактически является словарем. Его бумажный собрат, двухтомный русско-удмуртский словарь 2019 года, содержит 55 тысяч слов. Однако, автор бота планирует расширить его словарный запас, а затем наделить умением переводить целые фразы. Напомним, что ранее программист из Ижевска начал переводить на удмуртский язык мессенджер Телеграм. В городе Санте-Понс, близ Севильи, установят памятник Кассиадору де Рейна, первому переводчику библии на испанский язык. По замыслу властей города, скульптура увековечит память о всех переводчиках библии на испанский. Над созданием трехметрового бронзового переводчика с открытой библией в руках работал известный испанский скульптор Эстанислау Гарсия Оливарес. Торжественное открытие запланировано на 29 октября, в честь 500-летия со дня рождения Кассиадору де Рейна. Еще в начале года Министерство национальной безопасности США запланировало создание портативного переводчика для сил береговой охраны. Уникальный девайс должен не бояться воды, не тонуть, работать без интернета, определять язык говорящего, а также переводить двухсторонние разговоры в реальном времени на 16 языков с точностью не менее 95%. На первом этапе стартапу Kinamix было выделено около 200 тысяч долларов. И вот теперь, когда базовая технология найдена, на создание устройства объявлен тендер, который продлится до 20 февраля. В компанию Техимпут срочно требуется переводчик в сфере топливной энергетики. Взамен на высокие компетенции и солидный переводческий опыт от 6 лет компания гарантирует соискателю работу в стабильном профессиональном коллективе и постоянное взаимодействие с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями. Работа в офисе в самом центре Москвы. Оклад от 100 тысяч рублей на руки. На этом все. Следите за нашими новостями в телеграм-канале Города Переводов. С вами была Любовь Шакурская. До следующей недели.